Да будет негово то имя благословену. Благодарим на Господа, чьи той не дады священному писанию, да вник вами во в негу, да извлечем от негу всичку необходимую нужную, да познаем истинно. Това кое-то искам даут бележи, чьи адвентисти, как-то и иудеи, така и евреи, и варвары, и всички другие язычности, получават наравну спасение. Как-то во всякой церкви человек, кое-то сапука его загреховетеси, получава наравну спасение. Из-за этого не деда воюйте священному адвентизму, свидетелей вове, 50-й церкви, баптистские церкви, методистские церкви. Не воюйте священному деду, не правите священному деду, просто чтите слово евангельскую или библейскую и помогайте, помогайте на хора, да познаетесь и довладеете священному писанию. Да помогайте. Как-то на антихристии, такая и на блудница и на всички другие заблудившиеся, или на грешника. Умейте, да говорите слово Божье. Я с иском, с иском видео, через пророк Данаил, то есть книга на Данаилу, 10 глава, 13 стих. Так, давай покажи, че Михаил Архангел е един от главните князи. Значит, на него му има равни или малку по-высоку стоящие. Ангели, князи. Михаил Архангел, значит, има сышту архангели, другие ангели, койту малку или по-выче има святость. Малку или по-выче има власть и сила. Но тяхнута сила и святость, и мыдрость, власть, никак не може да соответство на твачи боксовов. Свят, свят, свят Господь Бог со всемогашними. И за тва, Михаил Архангел на той има равни. И тука, шо ви зачита, зада разберите, че Михаил никуга не искал достава Иисус Христос. Михаил Архангел, до днешния Михаил Архангел. И с из-за стыпа затея, и шо с из-за стыпа затея, койту тяхнете имена, записанные в книге на живот. Така. Пророк Данаил, 10 глава, 13 стих. Тва, койту, шо я зачитаю, Габриил Архангел, койту бил пратан от Бога Отца. Пророк Данаил, и то есть срешнулся с сопротивом. И убеснял, у бачек, князет на персидскату царствами противостоешие 21 дни. Но, эту, Михаил, един, от главните князе, до дедами помогни. И така, а с устанах не потребен, вечно там, при персидските царе. Повторяю. Но, эту, Михаил, един, от главните князе. Аку в землю, дванасе круши. И шо дегнем, една круша, шкарум, эту, круша, от дванасе. Или седем ангела, от ангел, от седемте ангел. Или пейте ангел, от седемте ангел. Значит, Михаил, той не един архангел. И во многих других архангел. Силу пусть сила, пусть святость. А Иисус Христос, это Слово Божье. Тва, какой-то Бог гурудил, но не сотворил. Той не сотворен дух. А ангел, архангел Михаил, это сотворен дух. И твишу гуномерите вов. Книга-то на еврейте. А дальше зачита. Завиннице пропустне ничто. Какой-то много важный. Первоглава, кам еврейте. Бог, кой-то много бройни, частичные откровения, и по многу начине, и говорилось в старое время, на башни тени, через прородца. Через прородца говорилось. Бог. Видите? Прородца на нем. Бог говорилось через прородца. Значит, прошел ангелите. В крайне на те же дни говорилось через сена. Кого-то поставил наследник на сичку, через кого-то и направил святу в эти. Через Иисус Христос направил святу в эти. Кой-то есть сиянье на негову-то слава, и совершен образ, образ тване творения. На негову-то лице. Ипостасы. И който държи всичко чрез своето могъщо слово. Тоест, след като извърши, чрез себе се учестване на греховете, седна отясна на величето във весените. И стана толкова по-горен от ангелите в множество число. Колкото името, което наследил, е по-превъзходно отяхнуто. Защото на кого? От. От ангелите. От ангелите. Бог е казал някуга. Ти си мой син. Аз днес те родих, и пак аште му бъде отец, и тоште ми бъде син. А когато пак във вежда первородния във вселената, каза, и поклоняйте се на него всички божи ангели. И за ангелите каза, който прави ангелите си силни като ветрове, и служители си като огнен пламък, а за сена каза, твой престол, о Боже, е до вечни векове, и скипетър на твоето царство, и скипетър на правотата. Возлюбил си правдата, и си намразил беззакония. За тва, Боже, твое, Бог, те помазал салей на радость поичу твой теса братья. И пак, сначала то ти, Господи, си уснувал земята, и дилу на твой терацея небету. Те, ште исчезнут, а ти прибыдваш. Да, те всички, ште устареят, като дреха, и като на металлу шегисвиш, и те, ште бъдат изменени. Но ти се сышнет, и твое тегудине нямада да се слышат. А на кого от ангелите е казал някога, седни от дясно ми, декато положи враговете ти за твоето подножие. Несели те всички служебне духове и спрашивания да слугуват, на унезе куйтоште наследят спасение. Видите, от ангелите. От ангелите. Иисус Христос не ангел. Всички ангели сотворение. Сотворение. От бога. Им от имена. Бог, божья мысль, дава имя на ангел. А бог роди сына только в сердце. Той родил. Той няма плыты кривка от у нас. Той няма нужда до твурене, что посредством на жена. Бог не таков. Иисус Христос, куда-то живя на планете Земля, той в интимные отношения со свой тут творение не влизал. Той самый человек посредством на дьявол сюда можно направить куклы и усквернял как-то сиск во всякой похоти сатанинской, демонической, грехове. А Иисус Христос сотворил с женой со снею, что в интимные отношения сексуально. Не. То есть со свой тут творение няма да салегаве, няма да ягу и усквернял. Что той творил святуведь в слов Божье пожелание на Бога Отца. Иисус Христос, куда-то всичку Бог ще придаде на свой астин, сам ше сапокури на Бога. Наш Христос, Син Божий, кой-то искупил нас, платил цена на голгофа, на голгофа, сам ше сапокури, куда-то всичку ще буди покури на ням. Но Бог Отца. Михаил Архангел никого не в зиме тая роль на Иисуса Христа. То есть до дневска устава Михаил Архангел сильнее. Някую-то святость, някую-то чистота, някую-то мыдрость и сила не соответства твакуету има Христос Иисус. Другая тема, няма да я открою, няма да я разладом по системам в Писании, как-то тайна шевстая, что-то могут има реакции вот от дневности и от свидетелей источность. Ну вот местописание какой-то доказ о чем Михаил Архангел и до Денис и Михаил Архангел.